Медуниверситет Либо спорт, либо медицина Выбрал медицину и сейчас работаю неврологом Но спорта я все-таки не закинул А продолжаю параллельно работать судьей И немного тренером Так как в нашей стране, работая врачом Особо не разживешься А у меня молодая семья И передо мной встал вопрос о миграции Не буду вдаваться в детали Просто скажу, что в данный момент Я работаю с адвокатом По получению визы 01 Для людей с экстраординарными способами Работодателя я нашел сам Не хочу забегать вперед Но адвокат говорит, что с моим кейсом У меня очень хорошие шансы на успех Пригласили меня работать в Рене в Миннеаполис Штат Миннесота Только проблема в том, что работодатель На старт может предложить только парт-тайм А это приблизительно 200 долларов в неделю Это мало очень Понятно, что для жизни Мне придется подрабатывать Черной работы я никоим образом не боюсь Могу работать хоть на стройке Хоть в мувинге, хоть уборщиком Просто я переживаю Удастся ли мне задержать семью В этом и есть мой первый вопрос Можно ли, работая на основной работе парт-тайм При этом где-то подрабатывая Так, чтобы хватило денег на жизнь И кем подрабатывать? Учитывая, что по визе 01 Официально можно работать только тренером Английский у меня на среднем уровне Смог же я как-то поговорить с работодателем И убедить его взять меня на работу Хоть и говорил я с ошибками И второй вопрос Насчет перспектив Известно, что хороший спортсмен Не всегда может стать хорошим тренером И наоборот Не каждый хороший тренер Был выдающимся спортсменом Тем более, что работа тренера По боксу в США Невысокооплачиваемая Если все будет хорошо То через три года Можно будет подавать на грин-карт Если не выиграть раньше в лотерею И что дальше? Вернуться в медицину Вряд ли удастся Переучиваться долго и дорого И во время учебы Опять же, надо на что-то жить Я еще работаю Мануальным терапевтом В штатах хиропрактик Что вы можете сказать по этому поводу? Можно ли как-то переучиться На такого с дипломом врача? Дешевле ли это? И быстрее ли, чем переучиться на доктора? И все-таки Если не удастся стать хорошим тренером Может бросить все И пойти учиться к вам на тестера Знание компьютера у меня на уровне Хорошего пользователя И еще вопрос По поводу онлайн обучения Вы говорили, что те, кто учится у вас в школе Получают интершип В компаниях на месте А после онлайн обучения интершипа нет А без такого можно получить работу В общем, я буду благодарен за любой совет И любую информацию Спасибо вам за ваш канал За то, что вы делаете Ну, я бы вопросы, касающиеся школы И тестирования Не стал бы сейчас отвечать Потому что речь идет О довольно-таки отсроченном таком деле Поэтому и то, что сейчас происходит Мы не знаем, будет ли это через 2-3-4 года Поэтому сейчас нет смысла на эту тему Значит, что меня немножко удивило Почему виза О1 требует трех лет Для того, чтобы подать на грин-карту Я этого не очень понял Значит, дело в том, что на грин-карту Можно подавать сразу То есть, вот история такая Вот он... Есть какая-то квалификация на визу О1 Вот какие-то экстраординарные способности Это практически Та же самая квалификация Ну, вот со слов Светланы Кап Адвоката иммиграционной Это практически та же самая Ну, очень близко Квалификация, которая требуется Для получения грин-карты Просто грин-карты Сразу, с первого дня грин-карты То есть, грубо говоря Вот этот работодатель Который хочет его взять Мог бы подать ему не на визу О1 А мог бы ему сразу подать на грин-карту И это вполне легитимный такой процесс Поэтому, тем более, если он был чемпионом Европы То есть, безусловно, у него шансы просто замечательные Значит, теперь вопрос какой? Он вовсе не должен 3 года Я не адвокат, но я первый раз слышал Что надо 3 года где-то отработать То есть, может быть, его наниматель Который его берет Он говорит, вот отработаешь 3 года Я тебе начну делать грин-карту Но для этого наниматель-то не нужен Понимаете? Для того, чтобы делать сразу грин-карту Нет, в том, что она особо одаренная виза Насколько я понимаю Она не требует нанимателя Это может делать визу самостоятельно Без всякого нанимателя Если наниматель делает H1B Нет, нет, наниматель может делать визу О тоже Да Но я просто к чему говорю Что у него гораздо больше возможностей Чем просто вот этот вот наниматель Что касается суммы в 900 долларов 200 в неделю Где-то 900 долларов в месяц Плюс налоги Минус налоги Значит, семья на эти деньги жить не может Но Даже если ему мало платят Тренеру по боксу Но все равно ему платят Да не знаю, там 30 долларов в час Ну даже 20 Ну даже 20 Значит, подожди Но для того, чтобы заработать 200 долларов Даже по 20 часов Долларов в час Это где-то 10 часов Он работает в неделю 10 часов Он остальное время может делать все, что угодно Начиная от частных уроков Например, да Я тут как дорогу расфигачили Начиная от частных уроков И кончая там работу в мувинге Да Все это не очень легально, конечно Вот Поэтому Но ничего страшного Его жена в это время Может, например, сидеть там С каким-нибудь другим ребеночком У них нет детей А там нет детей? Да, я А, вы сказали, молодая семья Нет, нет детей Ну хорошо, есть у нее ребенок Или нет ребенка Она может сидеть с детьми Например Она может ухаживать за пожилым человеком В Менеаполисе много В Менеаполисе достаточно много русских Да Там есть народ Вот Поэтому Какая-то работа такая левая Работа, если там есть русская комментика То работа здесь Быть занятым 10 часов в неделю Да Остальное время можно настроить И подавать сколько получается Он вполне заработает Даже не вопрос Меня только знаешь, что смущает Вот Если бы я был иммиграционным офицером Который выдает ему эту визу Или консулом в посольстве Да, российской В посольстве США Там, скажем, в Российской Федерации Я бы посмотрел на него И я бы сказал Послушай, парень А как же ты будешь жить На эту сумму Вот тебе дают 800 долларов Ну там, 900 долларов там В неделю В месяц В месяц В месяц 200 в неделю А там, 900 в месяц Значит Они, конечно, могут написать ему большую сумму То есть работодатель может написать Что он там 2000 будет платить А на самом деле платить меньше Это возможно Но Во всяком случае Я подозреваю, что мы просто визу эту не дадут То есть никто не хочет пускать в сторону людей У которых нет денег на жизнь Если мы говорим, что необязательно Нигде в начале Вопросов Работодателя А можно просто визу оформлять А тогда Ну подожди Минуточку Минуточку Ну ты можешь Так, я здесь не вижу Насчет семьи Где начинается То есть есть ребенок или нет У меня это мимо проскочило Не, он сказал молодая семья Сам я спортсмен, но уже не действующий Занимался боксом Видимо так, что молодая семья Молодая семья Ну, ну короче Я боюсь, что ему могут не дать Просто визу Кроме того, я не знаю Например, если он приехал по визе Оу Может ли работать его жена при этом Вот это я просто не в курсе Это вопрос, который нужно задать адвоката Которого он заработает Да, потому что если она официально может работать Это совершенно меняет Это вопрос такой У человека есть адвокат Он работает напрямую с адвокатом То, что есть наниматель Это замечательно То есть есть какое-то потенциальное место работы Это очень хорошо Но в принципе Есть очень много вопросов Которые нужно задать Вот этому самому адвокату И понять Во-первых, почему он не оформляет сразу Гринкарту А оформляет только Это сам право на работу Только визу Оу Да Я не уверен Что там какие-то таблички стоят Какие таблички? Ничего не стоит Ну как же вот Они стоят Таблички стоят Что нельзя остановиться Да Вот здесь Вопросы, которые нужно задать адвокату И когда человек уезжает в гринкарту Это совершенно другое дело То есть у тебя уже нет ограничений Какой работой заниматься Я бы вот что сделал Я бы взял какую-нибудь консультацию Например Ну Я знаю Светлана Кав там делает Оп Вот мы здесь встанем Светлана Кав делает консультации В скайпе До нее трудно добраться Ребята говорят Что там Она очень занята Ну другой Другой адвокат Ну профессиональный адвокат Я не знаю Возьмите того же Там Андрея Романенко У нас есть Его координаты Он в этом плейлисте По политическому убежищу Есть там его видео Значит И Посоветуйтесь Вот С ними На вот эту тему В частности Я бы задал вопрос Значит Может ли его жена работать Официально Если он тут по визе О1 Вот Потому что это Это кардинально Кардинально определяет Их материальное Положение Потому что вот вопрос стоял Смогу ли я заработать там Да Обеспечить семью И вот это Это очень зависит То есть Один он точно не сможет Вот Ну то есть Он будет при этом Подрабатывать нелегально И Мое опасение Как я уже сказал Состоит в том Что ему могут просто Не дать визу Если все Что они реально Могут зарабатывать Это его вот эти 200 в неделю Я бы не дал ему визу Если бы я был Иммиграционный офицер Я бы ему сказал Как же ты жить не сможешь Или он должен сказать Что у него есть много денег И он собирается Их тут проживать Но это вообще тоже Безумие какое-то В общем Ерунда такая Ну что Света Мы запарковались И Можем двигаться дальше Ладно Значит мы Молодому человеку Боксеру Он же еще и Невропатолог Да Да Кстати мы не сказали Передаем привет Мы не сказали Ничего по поводу Хиропрактора На самом деле Здесь есть отдельные Трехгодичные курсы После которых Выходят Вот как раз Массажисты Хиропракторы И все такое прочее И уже тогда Это свой собственный бизнес Ну давай так Человек проходит практику Открывает Давай мы про отдаленное Не будем Давай мы про Его интересуют Очень сиюминутные вещи Я вам скажу Такую вещь Что вы можете Делать массаж Если вы можете Делать массаж То вы там По тридцаточке Там по Вы можете начать С 25 долларов Там 30 долларов Да Будет много желающих У вас будет Очень-очень много Желающих И среди молодых И среди людей Постарше Вы это поделаете С полгодика Вы поднимете Там на десяточку У вас наберется Уже достаточно Много народу Да Это очень хорошая работа Мы не знаем Есть ли у него Деньги на это делать В крайнем случае Он на убере подъедет Но вопрос в том Что действительно Вот именно массажистам Это Света очень Молодец Она нас толкнула В эту сторону Именно массажистам Вы можете заработать Очень-очень нормально Да В смысле Если хороший массажист То есть Дополнение к невропатологу И хиропрактору Нужно осваивать Спортсмены такого уровня Они должны быть Неплохими массажистами Массажисты очень востребованы Все сидят за компьютерами У всех все болит И вы не будете делать Спортивный массаж Вы будете делать Какой-то общий Достаточно Нехитрый Ну да, да Нашел всех все за костями Да Но и программистам нужно И пожилым людям нужно И всем нужно Все Счастливо И успехов Нашему зрителю